Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня мы проводим ставшими уже традиционными итоги недели с бывшим разведчиком нелегалом КГБ СССР Сергеем Жирновым. Сергей, начинайте. Добрый день, Виктор Михайлович, добрый день всем нашим зрителям. Значит, у нас сегодня очередные итоги недели. Неделя, как всегда, насыщенная за последнее время. Ну, чтобы с вашей точки зрения вы выбрали главным событием. Согласитесь вы со мной, что это признание членства кандидатуры Украины и Молдавии как членов в Европейский Союз? Да, как кандидатов, членов в Европейский Союз. Да, безусловно, это событие, которое базовое для этой недели и оно действительно сделало фон этой недели. Фон позитивный, как ни странно, на заре этих разговоров о кандидатстве в члены Европейского Союза для Украины. Даже Путин сказал, что ничего против не имеет. Потом, правда, дал заднюю и начал придумывать какие-то там отговорки, но Европейский Союз принял единогласное решение. Украина становится кандидатом в члены Евросоюза. Это большое продвижение. Да, и Молдавия, конечно, тоже, я извиняюсь. А Грузии, кстати, нет. И в этом смысле сейчас напряженная обстановка в Грузии. Ну, Грузия не поддержала санкции против России. Грузия помогает обходить санкционный режим России. Грузия на сегодняшний день основная страна, основной кап, который помогает России обходить введенные санкции. Поэтому все вполне логично. Поэтому Грузия не получила членство, извиняюсь, не честное, а перспективу на возможность стать членом Евросоюза. Я думаю, если поменяется власть в Грузии, и все вполне возможно исправится. Ну, кстати, к этому идет, потому что сейчас там митинги, и, в общем, говорят о том, что если правительство не уйдет в отставку, то, возможно, с 3 июля будет как-то бессрочный митинг, который, в общем, может закончиться даже какой-нибудь там цветной революцией в Грузии. Не исключено. Но мы с вами знаем, да, что лето – это не лучшая пора для революции. Конец лета – отличная пора для революции. А вот середина лета. В России особенно. Традиционно август месяц, знаю, в России, да, и на постсоветском пространстве. Более холодные месяцы считаются для революции более перспективными. Дело в том, что лето, люди в отпусках, люди в таком расслабленном состоянии, на дачах. Грузия – постсоветская страна. Безусловно, Саакашвили там великолепные реформы провел. И нынешнее правительство Грузии, заточив Саакашвили в тюрьму, хвастается его достижениями, как будто бы это их достижения. Реформы, давайте еще раз напомню нашим уважаемым зрителям и слушателям, что реформы, которые были в Грузии, это на постсоветском пространстве, пожалуй, первый вариант такой, да, когда президент, когда власть в стране фактически поменяла менталитет, да. Мы с вами прекрасно помним советскую Грузию, где процветала коррупция, где процветало кумовство, где даже сдачу в магазинах и не брали, и не давали, да, во многих было. Сдачи не надо, слушай. Да, 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 именно вот так, да, были такие интересные моменты. А во времена, в 90-е годы превратилась в бандитскую страну, где процветали бандиты, где власть была в руках воров в законе так называемых, где там даже дома имели своих так называемых смотрящих. Ну, доходило просто до абсурда, просто до абсурда. Когда страшно было выйти на улицу, когда были мизерные пенсии, зарплаты. И вот Саакашвили провел ряд реформ, реформ авангардных, которые полностью поменяли и систему власти, и полностью поменяли менталитет граждан. Это очень важно, очень важно. Это яркий пример, когда говорят, что или украинцы, или там белорусы, россияне, многие другие говорят, у нас в стране это невозможно, у нас другой менталитет. Обратите внимание на Грузию. За три-четыре года менталитет у людей поменялся. Всем понравилось жить хорошо, понравилось, когда строят отличные дороги, когда в основном не воруют, когда коррупция сведена до минимума, когда строят больницы с новейшим оборудованием, когда страна процветает, когда зарплата и пенсии увеличиваются в прогрессе, чуть ли не в геометрическое. Когда пришел Саакашвили, пенсия была, если я не ошибаюсь, около 10, то ли 12 долларов. А когда он уходил, если я не ошибаюсь, там вообще под 100 долларов. То есть, ну, практически в 10 раз увеличив пенсии. Или там даже больше. Порядки были десятки раз. И страна в целом стала жить намного лучше. Намного лучше, несравнимо. Коррупция ушла, на дорогах появились бежливые и вменяемые полицейские. Кстати, он сломал, вот это одна из знаменитых его реформ, он сломал систему советского ГАИ. И это говорит, что это тоже абсолютно невозможная вещь, потому что, ну, как бы, в России невозможно, а в Грузии тем более. И тем не менее, это удалось. А вот как получилось, что такая страна вернулась обратно в путинизм? Вы знаете, это действительно загадка. Ну, во-первых, не всем жилось одинаково хорошо. Как гласит знаменитая реклама, не все йогурты одинаково полезны. Не всем жилось. Те люди, которых отстранили от кормушки, их родственники, дети, и их там люди, которые были завязаны на криминальные бизнесы, они стали жить хуже. Плюс деньги Безина Иванишвили, который скупал массово голоса, который скупал творческую интеллигенцию для того, чтобы они выступали в его поддержку. Плюс какие-то подводные течения, которые, честно говоря, я вопросом Грузии особо не увлекался, не занимался, но для меня это была большой загадкой. Я знаю, что многие грузины, которые жили за границей, поддерживали Саакашвили беззаветно. Те люди, которые жили в Грузии, ну, безусловно, вероятно, сталкивались с рядом каких-то проблем, которые им казалось, можно было решить гораздо проще, гораздо более безопасно. Ну, вероятно, это так происходило. И почему Саакашвили проиграл, для меня это, честно говоря, большая загадка. Я понимаю, что можно было убрать Саакашвили, но не убирать его. Да, кого-то, наверное. Саакашвили, я понимаю, импульсивный человек, он яркий, импульсивный. Возможно, делал какие-то глупости, возможно, совершал ошибки. Нет никаких сомнений, что совершал ошибки, потому что человек, который что-то делает, совершает ошибки. Тем более, человек, который ломает систему, который проводит реформа, он тоже экспериментирует. И во время экспериментов все сталкиваются с ошибками. Многие ошибки надо прощать. Я понимаю, что есть и ошибки, которые довольно сложно простить. Но вот грузинский народ на честных демократических выборах решил судьбу Грузии, повернул ее в сторону путинизма, в абсолютно правильном говорении. Постепенно возвращается коррупция, постепенно возвращается криминал в Грузию. И на это печально смотреть, действительно печально. Это хороший урок многим другим странам, которые хотят выбрать европейский путь. Надо посмотреть на Грузию и учесть те ошибки, которые были сделаны грузинским народом. Еще раз подчеркиваю, даже не грузинская власть, грузинским народом, который, еще раз повторяю, на честных демократических выборах прокатился Акашвили. Да, потому что получается, что они доказали, что есть две... Они отринули две безысходности. Первая безысходность это то, что на постсоветском пространстве невозможно сделать нормальную страну, потому что Грузия стала нормальной страной. Это раз. А потом другая аксиома это то, что даже страна, которая стала нормальной, она может вернуться опять в совок. И вот это очень опасная вещь. Прежде всего для Украины, кстати, сейчас. Абсолютно правильно. Но Украина немножко другая страна. Там было уже две революции, я вам хочу напомнить. И я не исключаю третью, четвертую и пятую революции. Украинцы довольно такой, опять-таки, импульсивный народ. И для них собраться и свергнуть власть, которая их не устраивает, ну, это дело... За этим, скажем так, в карман они не полезут. Этим мне украинцы очень нравятся. Это, опять-таки, отличный пример для россиян. Отличный пример, как можно... Как можно... Зарвавшихся диктаторов, коим были и Янукович, и в свое время Кучма. Сейчас многие, правда, вспоминают времена Кучмы с какой-то... С ностальгией. Да, с ностальгией. Но я хочу напомнить, что Кучма пытался удержать власть, пытался придумать себе там третий срок. Ну, надо дать должное. Он отказался от этих планов. Потом пытался поставить Януковича. Не удалось. И, опять-таки, надо дать ему должное. Ключевые моменты он принимал решение. Ну, пока правил Кучма. Это был такой точно диктатор, такой точно взорвавшийся чиновник, который получил практически абсолютную власть. Советского типа, да? Советского типа, да-да-да. Обборовал полу Украины. Я занимался вплотную уже в то время украинскими вопросами. Я знаю просто ту ситуацию, которая была на момент, скажем так, с 98-99 года и до 2004 года, пока ушел в Кучма. Я знаю ситуацию в этой стране. Я знаю, как происходили там процессы. Я знаю, как уже будучи президентом Владимир Путин, активно вербовали там агентуру пророссийскую. Это было? Это было? Это был у Кучмы великолепный, в кавычках, глава СБУ Деркач, который сначала рапортовал в России, а потом рапортовал Кучме. Было многое. Надо опять-таки это не забывать. Надо отдать должное украинцам. Украинцы сами делают себе историю. Не дали возможность прокатить нечестными выборами в первый раз, когда была оранжевая революция, когда Януковича избирали. Не дали возможность Януковичу развернуть, после того, как он был демократически действительно избран, в 2010 году, если мне не изменяет память. По-моему, в 2010-ом все-таки. По-моему, в 2010-ом. Или в 2009-ом. Вот не помню, честно говоря. Не помню. После того, как он был избран, не дали ему возможность развернуть Украину в... В 2013-2014 годах. Да-да-да, если я не ошибаюсь. Осенью точно не помню, в какое время. Осенью поменял. Осенью это было с ноября по декабрь. И Евромайдан, январь 2014 года. Евромайдан начался, если я не ошибаюсь, в конце ноября 2013 года. И активная фаза, да, вы правильно сказали, это январь-февраль 2014 года. Начался он в ноябре 2013 года. И я хочу напомнить, что российские спецслужбы принимали активное участие и в организации с одной стороны этого Майдана, когда были заинтересованы в том, чтобы... Скажем так, сначала они делали все действия для того, чтобы расшатать ситуацию в Украине. Потом стали проводить действия на то, чтобы этот Майдан был свернут, но этим только разжигали позиции людей, которые вышли на Майдан. Курируя министра обороны, министра внутренних дел, курируя фактически основные рычаги в украинской власти, российские спецслужбы напрямую курировали. Я хочу напомнить, что и глава СБУ тогдашний, и глава Минобороны Украины были гражданами России. И после, извиняюсь, революции достоинства они сбежали в Россию. Многие-многие были и в местных руководствах, в областных, и главы СБУ, и главы МВД местного. Я это знаю напрямую, у меня были возможности все это видеть своими глазами. Я знаю просто доподлинно эту ситуацию. Ну, кстати, тогда действовал формальный принцип о том, что против Украины не ведется разведывательная деятельность территории Российской Федерации, и взаимно также Украина не вела против России. И руководители всех спецслужб украинских и российских постоянно находились в контакте. Да, это была формальность, но по-настоящему все было далеко не так. Вели разведывательные действия активно. Россиянин. Активнейшим образом. Это было даже не секретом для многих. Для многих. Практически для кого-то не было секретом. Это было чуть ли не демонстративно. Но не в этом дело. Дело в том, что, еще раз подчеркиваю, народ высказывал свою позицию, высказывал ее четко, понятно, идя на самопожертвования, как это было во время революции достоинства. Да, в это время совершались и ошибки, совершались и неправильные действия, были потеряны территории. Я хочу сказать, что глубочайшая ошибка была для российского населения празднование присоединения Крыма. Крым тогда, уже в 2014 году, заложил эту войну, которая началась в 2022 году. И, скажем так, после Крыма эта новая война уже была неминуема. Просто неминуема. Владимир Путин почувствовал свою силу, почувствовал адреналин, почувствовал, что может войти в историю. Он понял, что одним Крымом в историю не войдешь, но вот если это будет полностью Украина, если это будет Молдавия, если это будет часть земель, которую он считает своими. Я не скажу, что он считает их российским. Когда он рассказывает про какие-то российские земли, вы спросите у него, есть ли в России земля, которая принадлежит не ему лично. Просто задайте такой вопрос Владимиру Путину. Владимир Путин считает, что вся Россия вместе со всеми гражданами принадлежит лично ему. Так как он может по щелчку пальцев, по приказу забрать любую собственность в России и никакого сопротивления не встретит. Более того, благодарные граждане сами принесут ему на руках, как он считает. И в этом большое отличие. Большое отличие украинского народа. Кстати, на этой неделе был такой мировой скандал, да, очередной, который, кстати, я считаю, в общем, пшиком фактически, да, потому что, несмотря на то, что его раскрутили довольно сильно в западных СМИ, это то, что консорциум западных СМИ ему удалось найти по их заявлению, значит, путинские миллиарды. Причем нашли они всего 4,5 миллиарда, которые там 86 фирм, которые связаны между собой, но там интересное было расследование. Само по себе оно интересное, то есть оно было по сути организовано точно так же, как вот Panama Papers и так далее, да, когда несколько очень крупных, очень солидных изданий вместе работали над одной проблемой и им удалось раскрутить эту проблему. Но нашли всего 4,5 миллиарда. Смешно. Смешно, да, конечно, это мелко. Ну, опять-таки, мы с вами прекрасно понимаем, что президент России Владимир Путин имел прекрасные возможности, начиная с 2008 года, ну, полноценно, полноценно уже с 2008 года и заканчивая настоящим временем, брать из России столько, сколько мог унести, сколько мог себе представить. В общей сложности на сегодняшний день это более 750 миллиардов, более 750 миллиардов, еще раз подчеркиваю, по оценкам на сегодняшний день. Я это знаю наверняка, потому что есть доклады, в которых такие цифры фигурируют. Более 750 миллиардов долларов США. Владимир Путин является самым богатым человеком в мире. А зачем ему это нужно? Ну, там можно поспорить, потому что есть вроде там американцы побогаче, чем он. Ну, а зачем ему это нужно? Вот куда эти миллиарды? Вот сейчас, когда Россия стала страной-изгоем, куда, когда российское, все российское теперь отрицается во всем мире, ну и что он будет делать с этими миллиардами? Понятия не имею. Для меня всегда был примерно такой же вопрос. Вы знаете, я имел возможность с ним общаться, я не общался с ним по поводу того, куда он собирается девать свои деньги, но как я понимаю его психотипы, я знаю его лично, у него психология примерно как у Раджи с золотой антилопой, который считал, что золота не бывает слишком много. Кстати, вы слышали эту историю шпионскую, которая непонятно еще чем закончилась, с исчезновением трех тонн золота в Швейцарии, из России? Нет, честно говоря, не слышал. А вот была история о том, что из России было вывезено в Швейцарию три тонны золота, и одновременно они пропали, потому что их не могут найти в адрес какой фирмы они поступили, вообще куда они пропали. Может быть, это вот три тонны из этих 750 миллиардов? Да, плевал он на три тонны, три тонны для него это вообще нищего. Три тонны золота, это капля в море. Мы уже рассказывали, в Центрально-Африканскую Республику были вывезены десятки тонн золота, десятки тонн, которые хранятся в запасниках, которые организованы на территории Баски. Ну, Россия в год вывозит 700 тонн золота. Да, 700 тонн, да, официально, плюс неофициально в действиях вместе, как это правильно, дипломатическим языком сказать, чтобы совсем уже не ругаться откровенно. Ну ладно, вывозит Газпромбанк через свои механизмы, помимо того, что официально декларируется, еще примерно столько же. Еще раз подчеркиваю, еще примерно столько же. И прячут довольно эффективно и огромные запасы у путинского окружения, лично президента России Владимира Путина и в деньгах, которые вывозят там палетами, чтобы вы понимали, просто палетами. Ну, а вот Виктор Михайлович, опять же, я повторю вам свой вопрос, ну и чего с ними сделать раз, а еще другой вопрос могу задать. Значит, Путин угрожает всему миру ядерной третьей мировой войной. Так вот, он понимает, что если будет третья мировая война, то вот все, что вывезено на Запад, оно вообще просто пропадет. А вы понимаете, Сергей, что эти оба вопроса, это фактически один вопрос, который включает в себя и ответ в том числе. Вот первый вопрос, а второй это ответ. Именно и поэтому он угрожает ядерной войной всему миру, потому что понимает, что эти деньги он никогда не потратит. Ему жутко обидно, жутко обидно этому человеку, что имея такое сумасшедшее состояние, будучи самым богатым человеком в мире, ему их просто некуда тратить. Он зол на мир именно поэтому. Не зря же он говорил о том, что он раб на галерах, не зря же он говорил, он действительно хотел быть просто богатым человеком, он хотел быть, как честно признавался главой Газпрома, об этом говорил и Сергей Пугачев, что Путин не хотел быть президентом, Путин хотел быть чиновником, чиновником, которому могут дать возможность беспрепятственно воровать. Вот это была мечта Владимира Путина. Да, и кстати, он говорил, когда он стал президентом, то он не собирался быть больше двух сроков, то есть он понимал, что надо заработать денег максимально за восемь лет, а потом спокойно уехать на Запад, на яхты, на вилы и доживать свой век в прекрасном состоянии. Вот что у него поменялось в голове за это время? Безопасность, безопасность. Прежде всего мысли, ну это я знаю на сто процентов, он стал очень заботиться о своей безопасности и о безопасности тех людей, которых он считает своими близкими. Плюс близкие люди, которые вокруг него, стали его активно уговаривать, что бросать нельзя, оставлять ни на кого. Медведев человек крайне ненадежный. И, ну ведь действительно, ну, возможно обманывая себя, возможно обманывая всех остальных, до 2011 года у него не было четкого понимания и не было четкой декларации о том, что он остается, ну что он, да, да. Да, да. И он об этом не говорил. Да, были мысли, были разговоры, были обсуждения, но никогда он эти мысли не поддерживал активно, никогда он не давал четко понять, что да, вот я остаюсь и все, вот Медведев на один срок, а потом я опять прихожу. Никогда такого, до 2011 года такого 100% не было. Просто гарантированно. Я же еще раз говорю, я просто знаю огромное количество людей из окружения, и вот тогда, что тогда это окружение действительно было довольно много людей. И, имея возможность лично общаться, я знаю на 100%, что тогда не было таких разговоров. И вот в 2011 году у него проснулось это желание вернуться, проснулось оно довольно агрессивно. Друзья и окружение стали его настраивать против Медведева, объясняя, что второй срок Медведева обернется для него, для Путина катастрофой, что он, что будут преследовать его окружение, что в итоге Медведев, даже не столько Медведев, Медведев и тогда представлялся славой фигуры, сколько окружения, которое окучивает Медведева, может перехватить инициативу и уничтожить окружение его бывшее. И в том числе его самого президента России, бывшего, на тот момент бывшего Владимира Путина, а на тот момент опять-таки премьер-министра. Поэтому, да, опять-таки возвращаемся к вашему вопросу, к тому ответу. Имея огромные средства, просто огромные, будучи самым богатым человеком в мире, он не имеет возможности эти деньги потратить. И он зол на этот мир, зол на тех людей в своей стране, которые держат его президентом. Он считает, что он заложник у этих людей. Это, безусловно, гипертрофированное восприятие. Гипертрофированное, еще раз подчеркиваю. Он считает, что он хозяин этих людей, но в то же время он их раб. Ну, да, раб на галерах. То сравнение, которое он употреблял. И это действительно его психология, его психотип. Он, с одной стороны, это, знаете, когда мы говорим садамаза, всегда сада вместе с МАЗа. Когда он всегда садится рядом с мазохистом. Это же пример происходит и в душе Владимира Путина. С одной стороны, он самый богатый человек, с другой стороны, он не может потратить эти деньги. С одной стороны, он хозяинственный, а с другой стороны, он не может уйти с президентства. Он не может его покинуть. Все, он уже все мастеры разрушены, все ниточки порваны. Он остается навсегда. Навсегда, еще раз подчеркиваю. А любой человек, которому сейчас объясни перспективу вечности, навсегда ты остаешься тем-то, тем-то, ну, не самая лучшая, не самая яркая перспектива. Когда человек четко понимает, кем он будет до смерти, что до смерти он должен будет постоянно блокировать возможности своего ухода, натурального или принудительного. Поэтому Владимир Путин зол на весь мир, зол на россиян, зол на то, что ему не дают жить полноценной человеческой жизнью, как живут чиновники, как живут бизнесмены. Он сам себе не дает этой жизни жить. Ушел бы тихо, спокойно на пенсию, никто бы его даже не тронул бы, откровенно говоря. Да, конечно, Сергей. Ну, все. Мы уже рассматриваем абсолютно другую ситуацию, абсолютно другую парадигму. Все. Он решил, раз я не могу уйти, то я буду самым великим человеком в мире. Я останусь в истории. Я это просто знаю на сто процентов, опять-таки, потому что я лично слышал эти слова. Он мечтал остаться в истории. Крым его в истории не оставит. Он это увидел ясно уже через два года после Крыма. Через два года после Крыма он мечтал развязать войну. Еще раз подчет. Уже через два года после Крыма он мечтал развязать войну. У него были постоянно эти идеи. Когда стала падать его популярность после Крыма, это вот ровно через два года. Он понял, что нужна новая война ну так войну надо вы не выиграть но он был уверен он был уверен в том что все слабаки он один сильный его окружение его постоянно в этом убеждала посмотрите как легко дался клик посмотрите как легко удался донбасс посмотрите как это все легко дается как нас везде прекрасно принимали он был зол одно время на суркова что сурков его убедил с этими проектами новороссии все стали когда в другие люди убеждали о том что надо аннексировать территории по примеру крыма они разводить там все до республики не разводить там всякую ерунду надо было просто водить танки водить ну опять я вам сейчас расскажу реальные события тех времен и и а он поверил суркова поверил его бредовые идеи новороссии так далее там подобно там что это все будет пожар который загорится разгорится а хватит а потом будем брать тепленькими всех зачем нам три области когда мы можем взять все объяснял сурков тогда были планы на одни территории а сурков его убеждал что можно можно этим заразить этой идеи что главная идея этой идеи это мощная идея которая будет положительно воспринята положительно воспринята людьми в украине народом и спустя какое-то время всех накроет ну конечно глупость полно это показалось что это глупость уже в когда украинская армия стала себя формировать фактически сама себя да когда она была полностью разрушена и в июне в июле этого 2014 года началась начались более менее уже такие боевые действия и постепенно постепенно к 2015 году стала появляться украинская армия и тогда уже можно было поставить крест на амбициях суркова на тех перспективах которые он активно рисовал владимиру путину владимир путин большой идиот что не выгнал во время суркова и не принял ключевые решения по его вопрос но такой он человек и да ему трудно расставаться даже с идиотами сейчас сурков я честно говоря особо не слежу за ним я знаю говорили что его посадили да да нет 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 секундочку я говорю о том что он находится под арестом под домашним арестом давайте скажем так это он находится в том положении когда он не может сам совершать каких-либо действий он не может выйти из дома беспрепятственно он не может совершать никаких либо действий не поставив в известность своих урок кураторов ему запрещено покидать помещение в котором он находится ему запрещено передвигаться по городу ему запрещено вообще какие-либо действия без консультации с куратором как только ему разрешают он может посетить кафе ему там как один раз вывозили и показали публике может совершать какие-то но только опять таки по согласованию разрешать ему минимум им крайне недовольны и на мой взгляд в путинской россии судьба его и не завидно я не думаю что у этого человека есть будущее при пути а также я уверен что и без путина будущего у него особо нет нет людей в россии которые благословно бы к нему относились его не любят все и империалисты и либералы либералы его категорически не любят и вообще все не он успел и такое у него феноменальная способность показать себя негодяем для всех абсолютно ну хорошо как получилось честно говоря у меня к нему я к нему никогда не испытывал никаких симпатий я знаю его лично никогда никаких симпатий к нему не испытывал и я считаю что все что с ним происходит абсолютно заслужено но он яркий негодяй все-таки он не столько яркий негодяй и вот здесь я с вами немножко не соглашусь он всю жизнь был и хотел быть серым кардиналом он не хотел быть на виду он хотел дергать за ниточки быть таким кукловодом запуская там свои щупальца как он считал какие-то процессы прикрываясь путиным прикрываясь вас тебе возможностями которые давал в то время ему президент россии а сам он не хотел быть наверху на виду и он мог бы мог но не хотел и но это опять таки и свою яркость он так весьма застенчиво показывал кто сейчас на его месте кто сейчас с вашей точки зрения человек который влияет больше всего на путина нет дело в том что сурков никогда больше всего на путина не для он имел определенное влияние в свои идеями своим своим энтузиазмом своей определенной в определенной степени харизмы он мог убедить что-то путина но так чтобы он влиял на какие-то ключевые решения в стране не он имел узкое сегментированное влияние от чей который влияет практически безгранично на владимира путина на сегодняшний день это один это юра ковальчук ряд людей которые также имеют доступ к президенту но опять-таки все узкий сегмент каждый имеет возможность рекомендовать или пытаться влиять на те или иные решения но опять-таки это касается какого-то узкого сегмента человек может просить ну или рекомендовать или попытаться повлиять на решение но это не глобальные решение это будет решение в той или иной сфере а чей который имеет на него прямое влияние которые являются его на сегодняшний день практически единственным другом это безусловно юрика вальчук есть еще такой человек которого многие воспринимают неправильно многие недооценивают этого человека я несколько раз уже намекал многим людям и сейчас еще раз очередной намекают послушайте внимательно вот но те лица заинтересованы которые иногда иногда обращаются за советом я еще раз хочу есть человек которому президент россии владимир путь довольно довольно весомо прислушивается и мнение которого для владимира путина и далеко не последний то второй человек по своей сути по влиянию на президента после ковальчука это через человек вполне вполне вменяемый вполне еще раз хочу вполне понимающий ситуацию вполне осознающий что делает и как дела вполне он довольно близок с абрамовича почему не привлекают человека для общения да для предоведения переговоров зачем абрамович который ну скажем так просто модерируют ситуацию когда есть чем за который может повлиять на позиции ну надо думать внимательно от путина наверно зависит кого привлекают не привлекают путина в том числе но я я не думаю что путина сильно было бы если в переговорах участвовал чем это чем зависит который там есть из всей среды к более менее вменяемый человек более того он имеет свое мнение и умеет и имеет возможность самое главное донести это мнение до путина она не любит светиться именно именно об этом я и говорю ну ты не равно как и абрамович не любит светиться вы видели что-то абрамович любил светиться где-то ну абрамович сидел там в публике на на переговорах в белоруссии и потом в турции то есть его физически видели чемизова я не знаю когда последний раз кто-то физически вы видел никого в голову особо не приходит привлечь этого человека для попытки решения каких-то проблем ну не суть важно не так нет это не опять-таки не я просто рекомендую а там дело людей привлекать или не привлекать ну потому что вот я вам задам такой вопрос ну ладно хорошо у путина там миссианские идеи все у него голова поехала он уже там с богом напрямую общается там это понятно что он уже потерянный человек для нас но хорошо вот медведчук и чемизов они понимают что вот вся эта авантюра они не может закончиться для них тем же самым что и для путина то есть они никогда не воспользуются больше своими миллиардами вы имеете ввиду ковальчук да ковальчук медведчук уже сидит в другом месте вы знаете у ковальчук немножко другое впечатление немножко другое мнение дело в том что он верит в счастливую звезду путина он верит в его удачу он верит в то что власть возможно перейдет и и система путинская сохранит сохранится в россии на долгие годы и будет она существовать без путина и он сумеет опять-таки будучи серым кардиналом влиять на общую ситуацию возможно не так не в такой мере как при путине но опять-таки считаю что его возможности при сохранении еще раз подчеркиваю путинской системы каким-то образом сохраняться чем из а далеко так не считает с чемизов готовы мигрировать чемизов готов уехать отказаться от части тех денег которые у него есть россии отчасти тех перспектив которые у него есть россии он явно готов эмигрировать если вдруг путина не будет да если вдруг и его позиции в россии пошатнутся он не мигрирует куда северную корею не это нет арабские эмираты любая другая страна где его примут турция может принять турция турция эмираты в принципе я понимаю что цивилизованный мир закрыт ну то что мы называем цивилизованным миром то что вот многие говорят да вот потом чиновникам и путинской элите некуда девка нет но есть может показала все мы с вами все увидели все кого не пускают на запад все уже показали да уже все нашли свое место и и будут находить их друг поменяется ситуация в россии все все путинское окружение рванет а тем уже понятно куда рванут куда уже рванули до куда уже рванули их детки куда рванули часть из этих людей куда пытался рвануть метволь когда его арестовали в аэропорту и куда в принципе они все собираются арабский мир открыт и открыт открыт юго-восточная азия латинская америка довольно довольно нормально относится и в принципе да заключит только страны передовые страны и капиталистическое золотой миллиард закрыт Золотой миллиард, зато все остальное открыто Их миллиарды, самое главное Их миллиарды не блокируются В арабских странах Их миллиарды не блокируются В странах Юго-Восточной Азии В странах Латинской Америки Все спокойно существует Имеет возможность спокойно распоряжаться деньгами Больше чем полмира, если во вплате Для них открыто И в принципе этого вполне хватает Ну а на этой неделе Очень Тревожные новости из Литвы Пришли, да, Сувалковский коридор У нас теперь забрежил напрямую Калининград Ну надо быть полным идиотом Чтобы ввязаться сейчас Именно в этот момент А надо было быть полным идиотом Чтобы начать войну против Украины Извините меня, пожалуйста Вы знаете, я с вами согласен Абсолютно на сто процентов Более того, я даже согласен С Владимиром Путином Когда он сейчас рассуждает И говорит о том Что он полный дурак Что обязался в Украину Он сам признает эту ошибку И что не Что его Если бы он начал агрессию Свою В первую очередь Против Сан-Прибалтики 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 Все могло бы быть совершенно по-другому Украина явно показала все проблемы Украина имела армия Которая умеет и знает как воевать Украина в принципе была готова К этой агрессии А вот внезапная агрессия По отношению Как он планировал Опять-таки заранее По отношению к прибалтийским странам По отношению к странам Прибалтики При этом волна Череда гибридных операций Операций против Европейского Союза И против экономики этих стран Целая череда должна была пройти Гибридных спецопераций Вполне возможно Еще раз Я просто допускаю мысль Что вполне возможно Это имело бы другие последствия Для Путина Это имело бы другие последствия Для России Да и для всего мира в целом Вполне возможно Вы думаете Страны НАТО Не задействовали бы Пятую статью против Путина? Задействовали бы Сергей Несомневно задействовали бы 24 февраля Если бы это была Литва Латвия или Эстония Несомневно задействовали Ну если бы это было Скажем 2018 год Сразу после Крыма Да? Ну практически Да Если бы это был 2017-2018 год Я там Бабка НАТО Я сказала Задействовали бы Не задействовали Был президентом Трамп В Америке Основное бы зависело От него Задействовал бы Трамп Не задействовал Если бы Трамп Отказался Задействовать Ну кто бы там еще Подписался Да конечно А тем более что Трамп тогда говорил Мы не хотим платить За все НАТО Вы сами платите Да Там была Была ситуация Я согласен с вами Что тогда Можно было даже попробовать Да Когда Макрон сказал Что умер мозг НАТО Смерть Можно констатировать Смерть мозга НАТО Клиническая смерть Да Были проблемы Тогда реализация Этих планов Ну Я допускаю Еще раз подчеркиваю Я не гарантирую Не могу Судить абсолютно Но я просто знаю То что должно было Произойти Я знаю То что готовилось И я не исключаю Что могло иметь успех Те планы Сейчас эти планы Уже невозможны И вот эти постоянные подготовки Таскания войск Возле границы с Украиной Если бы он Той же Такой же херней Занимался по отношению К Литве, Латвии, Эстонии Был бы тот же эффект При этом идиотизме По отношению к Украине Был бы тот же самый Просто стянули бы больше войск НАТО У НАТО, несомненно На голову высшего вооружения На какую голову На две головы Высшее вооружение У НАТО Возможностей В сотни раз больше И безусловно Армия не просто погрязла бы А была бы разбита И это был бы позор Но если бы это было Еще раз подчеркиваю 2017-2018 год Когда это все планировалось Там все могло бы быть по-другому И вот сейчас Владимир Путин Очень переживает Всю эту историю И как раз по поводу Как раз по поводу Прибалтийских стран Сейчас, на мой взгляд На мой Исключительно мой взгляд Это невозможно Никакой конфликт Это надо быть полностью самоубийцей Чтобы начать конфликтовать с НАТО И при том, что все прекрасно видят Состояние российской армии Все видят 60 дней боев За Северодонецк Смешно Ну как Город с населением 150 тысяч 60 дней уже пытаются захватить И Сначала они никак не могли К нему подобраться Потом, когда подобрались Не могут захватить уже месяц И все это выглядит Ну да, они продвинулись На 25 километров За 120 дней Вторая армия в мире Вторая армия в мире Не показывает результат Это смешно Просто смешно О какой войне с НАТО Может идти речь Это будет полнейший Разгром И Применение Даже применение Тактического ядерного оружия Не удержит Россию от поражения Абсолютно не удержит Это надо быть полным самоубийцем Просто самоубийцем Чтобы сейчас начинать войну с НАТО Ему бы завершить там Свои дела на Донбассе Захватив территорию Донецкой и Луганской области В их административных границах Что я, например, считаю Очень маловероятным Ну, Луганская Луганская, скорее всего Все-таки там Через пару недель Тройку недель Наверное Возьмут, да? Возможно По поводу Донецкой области Чисто теоретически К концу этого года Если Запад прекратит Помогать оружием Или вынудит Украину Опять-таки Поставками оружия Помощью материальной И так далее Там подобное Могут вынудить Опять-таки Донецкой Ну, все Дальше все Какая вторая армия в мире Ну, о чем речь О какой войне с НАТО идет Это надо быть полным идиотом Сейчас связаться еще там В Прибалтике Это все Это поставить крест на Россию Это гарантирован Распад России Просто гарантирован Причем это в лучшем случае В лучшем случае Это смерть От ядерной войны Ну, вы знаете С другой стороны Вот если, так сказать У него там чего-то осталось То они же могут Вести То, чем они занимались До этого То есть гибридную войну А гибридная война У нее, кстати Перспективы есть Вот я вам напомню Что на этой неделе У нас Завершилось Завершилось Формирование парламента Во Франции Да? И у нас Практически во Франции Большинство за Путиным Во французском парламенте Не у Макрона большинство А большинство за Путиным Ну, вы имеете ввиду Что Просто большинство Которое попало в парламент Это от тех партий Которые Морально поддерживают Путина Ну, не морально Морально И политически Да, то есть Если сложить всех тех Кто благосклонно Относился к Путину До войны И кто С моей точки зрения Кстати Не поменял своих убеждений А просто Не высказывает их вслух Теперь То Там можно еще поспорить У кого большинство У Макрона Кстати Половина партии Макрона Тоже благосклонно Относится к Путину И сам Макрон Ну, это правда Это правда Ну Ничего не поделаешь Значит Такая ситуация В западных странах И Я уверен Что это Ни в одной Франции Такая такая В Италии Кстати Сейчас Назревает Правительственный кризис В Болгарии Назревает Правительственный кризис Где там еще В Грузии Правительственный кризис Но если брать Западную Европу То я не знаю Там достаточно В Германии Кстати Сейчас Страшная ситуация С газом Когда они объявляют Чуть ли не Рационирование газа Ну там Следующая мера Будет рационирование газа Но уже говорят о том Что серьезное положение Что надо экономить газ Ну да Нет никаких вопросов Что могут возникнуть И в западных странах Но я очень сомневаюсь Что это приведет К смену правительства Или еще к чему-то Понятно Слышали вы что-нибудь Про две французские гаубицы Цезарь Которые якобы Россияне захватили Перевезли на Урал Вагонзавод И пытаются Сейчас их там Разобрать по Винчику Чтобы понять Как они устроены Нет честно говоря Ничего Потому что Эта информация Прошла кстати Из Франции Один из Бывших Ну такой Скандальный адвокат Член Компартии Кстати А потом Создавший Такую популистскую Полуфашистскую партию Во Франции Его фамилии Никому ничего не скажет Поэтому даже Не буду вас Грузить В этом смысле Вот Написал в своем Твиттере И с российской стороны Тоже были Были подтверждения Но они не были Не было подтверждений Из независимых Источников И не было подтверждений Из официальных Французских Кругов Ну Я думаю Что Раз адвокат Скандально известный Говорит То Скорее всего Это троллинг Да Я думаю Что троллинг Я думаю Что Ну хорошо Ладно Неужели Кто-то считает Что при Должном Желании Со стороны Российских Спецслужб Раньше Да Еще до войны Была большая проблема Получить какую-то Спецификацию По этим галубицам Я очень сомневаюсь Очень сомневаюсь Притом Распространение Агентуры Российской И в западном мире В целом И среди ученых По всему миру Я очень сомневаюсь Что Это действительно Какая-то цель Такая глобальная Россия Получить Там какие-то Чертежи Или какие-то Возможности Изучить Галубицу Цезарь Очень сомневаюсь Что бы нам Еще можно было На этой неделе Отметить Из важного Внутри России В Украине В околосоветском пространстве Это было на Петербургском форуме Где на сцене Сидело трое Путин Такаев И Симонян И Такаев Впрямую им сказал Что он не признает Ни ДНЛ Ни ЛНР И никогда Судя по всему Их не признает А также Не признает Северную Осетию Абхазию Да И Путин Закрушался По этому вопросу Мама не горюй Ну плюс Опять-таки Давайте Немножко От Такаево Отвечемся Потому что мы его По-моему Полностью уже Обсудили Мы его обсуждали Да В прошлый раз Да И давайте Теперь напомним Еще немножко О том Что идут Переговоры Практически В режиме Постоянном У Путина С Лукашенко Пытается Путин Слонить Лукашенко Сейчас В союз В России Украины Республики Беларусь О чем мы тоже С вами говорили Так вот Сейчас Практически Постоянно Идут переговоры Каждый день Напрягают Лукашенко Практически Каждый день Он общается С Путиным То Лукашенко Посещает Путина То вот На следующей неделе Путин должен Посетить Лукашенко И все это Довольно Все это Довольно Вязко Лукашенко Пытается Пытается вырваться Из этих Объятий Путина Ну как обычно Но у Путина Уже возможности нет Вчера По нашим данным Произошла даже Некая ссора Путина с Лукашенко Я не уверен Чем она закончится Будет ли она Иметь далеко Идущие последствия Или не будет Но посмотрим Опять таки Ну кстати Вот я не знаю Подтвердите вы Или не подтвердите У меня была информация О том что Не только Лукашенко Кстати не хочет В этом участвовать Но и военные Белорусские Не хотят участвовать Военные белорусские Категорически Не хотят участвовать Категорически Зачем Какой смысл В участии В Белоруссии В этой войне Которая не преследует Абсолютно никаких целей Абсолютно Ладно Я понимаю Цели которые преследует Президент России Владимир Путин Мы можем это разбирать И разобраться Чисто теоретически Но Какую цель Может преследовать Лукашенко Загнать себя Окончательно В жопу Ну он и так В жопе Загнать себя Туда окончательно Ну ладно А зачем Погибать Белорусским военным Ну хорошо Ладно Российских военных Заставляют погибать За мнимые Величие страны Величие страны За спасение Родины За денсификацию И так далее За ДНР и ЛНР За пениса Душилина За всех Негодяев Которые есть За покойного Гиви Негодяя За Моторолу За всех остальных За всех душегубов За всех Садистов Ну ладно За них Ну хорошо Ну убедили Ну наверное А зачем умирать Белорусским военным За что За что Они не знают Что такое Их страна не признала ДНР и ЛНР Я хочу напомнить И Крым не признала Кстати официально Не признала Крым Да За что За что им умирать За ДНР и ЛНР За детей Донбасса Мнимых Которых не существует Или за кого Которые раздула Пропаганда За распятых мальчиков Которых никогда не было За что им умирать За что Просто объясните Смысл И я вполне возможно Поверю Что белорусская армия Способна воевать Против Украины Нет Конечно нет Конечно Я понимаю Желание Путина Втянуть В жопу Лукашет Прекрасно понимаю Прекрасно понимаю Желание Отвечь Украину На второй фронт Но Мы с вами Понимаем что такое Белорусская армия И Ну это Это даже просто Об этом не серьезно говорить Совсем уважение К белорусам Совсем уважением Белорусской армии Но эта армия Не обстреляна Она Не Не способна воевать Полноценно Она будет разбита И будет разбита В какие-то Совсем небольшие сроки Зачем это Лукашенко Оказаться без армии Оказаться без поддержки Военных Оказаться И вообще Даже при желании Лукашенко Теоретически Включить в страну Давайте опять скажем Теоретически Конечно у него нет Никакого желания Но если вдруг он прикажет Где гарантия Что не произойдет Бунта среди военных Где гарантия Что не произойдет Военного переворота Или даже где гарантия После того Как десяток Тысяч Трупов Будет в Беларуси Народ Белорусский Не сделает Новую революцию И Лукашенко Некому будет Защищать Конечно Конечно Ну Десять тысяч Погибших В Беларуси Вообще Двоеспособные Двадцать тысяч Человек Армия Двадцать тысяч Минус десять тысяч Это все Минус полармии Ну о чем мы говорили Нет Это Это смешно Нет А вы слышали этот скандал С обменом военнопленных Когда Якобы Нацистскую Украинскую Из Азовстали Обменяли На какого-то там Чеченца Ну Полностью под контролем Высшего военно-политического Руководства России Это проходило Полностью под контролем Раздувают скандал Псевдоблогеры С Российских Телеграм-каналов Которые Там Пытаются Кого-то Своими интригами Уколоть Но это все Бред Полностью Путин В пульсе Всех обменов Ни один обмен Не проходит Без Визирования Президентом России Владимиром Путином Кого они пытаются Таким образом Накачать Или столкнуть Головами Нет Они хотят Столкнуть головами В том Что Путин Говорит О дезинфикации И вместе с тем Происходит Такой обмен Когда девушка Там У нее Все-таки Там Замазана Она была Напрямую С этим делом Да У нее там Татуировки А у нее высказывания Какие-то там Были Явно Такие Не Самые Далекие От Неонацизма Ну вы Имейте Ввиду Как у Рогозина Или Как у Глазина Да 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 Если уже Туда Ее не Отдавать Тогда Может быть Не надо Отдавать И Глазина С Рогозина Вообще Это конечно Было бы Логично С вами Абсолютно Согласен Что Вместе С этой Парышней Вы дали И Глазина С Рогозина Конечно Деноцифицировать Так Деноцифицировать Конечно Давайте Тогда С российской Стороны Начнем Правильно Главу Роскосмоса Роскосмоса Да В кандалы И все Обменяли Еще на Какие-то Чеченских Кленов Которые находятся На территории Украины И все Замечательно И поднимал бы Космическую Утрость В Украине Рогозин А Глазин Тоже бы Наверное Руководил бы Какими-то Там Кстати По этому поводу Я с вами Тут не соглашусь Он не поднимал бы Космическую Повость А он бы Ее загубил Если бы Украина Была бы Желание Создать Своё Ядерное Оружие И носители Стратегические То Рогозин Это бы Похоронил С большим Удовольствием Потому что Он славится Только этим Он славится Только этим Я с вами Абсолютно Согласен Он на абсолютно Патриотическом Голубом глазу Загубил Российскую Космическую Отрасль И Сможет Загубить Я не знаю Существует ли На сегодняшний день Именно на сегодняшний день В Украине Существует Существует У них там Есть разработки Даже по-моему Они там Занимаются Созданием Своей Ракеты-носителей Своих спутников Существует Небольшая Небольшая Но существует Потому что У них же там Они же делали Советские Разработки Советские Стратегические Ракеты Южмаш Или как там Называлось Объединение Южмаш Кучма Был директором Окей Ну и В заключение Может быть Вопрос Опять Ёрнический Сын Я думаю Он сам Он сам Пишет Вот то Что в Телеграм На канале Его публикуется Или у него Все-таки Там какая-то Троллинговая Команда Сидит Да нет Пишет он Сам Он сам У него там Сумеречное Сознание Он в этом Сумеречном Сознание И что это Должно Символизировать Я не понимаю Честно Не понимаю Ну знаете По этому поводу Мне понравилось Очень выражение Политолог Кирилл Рогов Политическое Руководство В России Характеризовал Так Союз Дураков И Негодяев Ну Наверное Так Наверное Так Только наверное Без И Союз Дураков Негодяев Через Тиры Окей Понятно Что у нас Ну Сложная ситуация В Северодонецке Наверное Украинцам Все-таки Придется Оставлять Город Да Я думаю Да Я думаю Видимо Все-таки Дожмут Северодонецк Или уже Дожали Наверное И Ну Город Сам дожимают Азот Там еще Спротивлялся То есть В принципе Предприятие Азот Не было Захвачено И там Находились И Гражданские И военные Но вот Шел изговор О том Чтобы Перейти Через реку И оказаться Всем Лисичанские Ну И к Лисичанку Кстати Начинают Подбираться С юга Ну Да Наверное Так Я Опять-таки Не знаю Какие планы У украинских Военных Ну Это будет Конечно Как Если вдруг Удастся выйти На границе С Луганской Области Административной Российским Войскам Это будет Представлено Такой победой Такой победой Ну Это будет Вторая победа Потому что Они скажут Что вот Херсон Первый был Областной город Который был Занят Да И теперь Вот будет Значит Луганская Полностью Область В границах Административных Я думаю Что Это будет Даже Больше Чем Победа В Великой Отечественной Войне Провозглашена Будет Такая победа Что прям Праздновать Будет И Пенис Душевин Будет Праздновать И все Эти А у Пениса Кстати Побед Никаких Нету В его Донецке Так что Так что Какие у него Были победы Его обнулят Через пару Месяцев Да и все В расход Пустят А вот Смена Руководства В Донецкой Республике Кстати Это вы Обращали Внимание Потому что Там сейчас Российских Губернаторов Заместителей Назначают На все Административные Посты В этих Сранных Образованиях То есть Там в принципе Идет Замена Среднего И высшего Административного Звена На всех Россиян Вы понимаете Вы видели Как выглядит Пенис Душевин Сам по себе Ну да Бандит Бандит Ну он Такой Мелкий Мелкий Бандит Совсем Мелкий Жулик Он жулик Самый Такой Жулик И Вот Он очень Слаб Морально Его Им Конечно Безусловно Руководят Руководят Все кому Не лень Тыкают Его носом Объясняют Как себе Вести Любое Своё Действие Как он Согласует Он Фактически В роли Суркова Выступает Который Он Сейчас Оказался Он Не может Совершить Ни Одного Мы Как-то Даже Рассказывали О том Что Есть Такой Замечательный Человек Володин Спикер Государственной Думы Российской Федерации Да И вот Даже Он Воспользовался Своих Таких Меркантильных Интересах Пенисом Душилиным И Там Говорят Даже У них Нетрадиционная Связь Была И Вроде Володин Остался Даже Называл Пенис Душилина Пухляшом Аккуратненько О чем Говорите Это Это Не Человек Это Как В этом Знаменитом Фильме Это Не Человек Это Аргумент Не Аргумент Как Там Помните Безымянная Звезда Вылетел Грик Герой Казакова Я Точно Не Помню Вот Так Вот Денис Пушилин Это Не Человек Это Вовремя Появившееся Обстоятельство Только Всего Понятно Спасибо Михайлович Вам за беседу Значит Мы Традиционно Напомним Всем нашим Зрителям И слушателям Чтобы Они Ставили Лайки Попросим Подписываться На наши Каналы Распространять И Таким Образом До Следующей Недели До Следующих Встреч Всем Огромное Спасибо Подписывайтесь На канал Обязательно Обязательно В том Числе И На Наш Ютуб Канал На Ютуб Канал Сергей Женова На Наш Ютуб Канал Не Забывайте Впереди Я понимаю Что Политическое Межсезонье Но Политика Это Такая Вещь Если Вы Не Следите За Ней Она Будет Действовать На Вас Так Как Вы Об Этим И Не Знаете Поэтому Конечно Следите Все Большое Спасибо Мы Вас Любим Это Искренне До Свидания Спасибо